Утренняя информационная программа на Хабар 24. В студии работает Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете. 1280 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки. Наибольший прирост инфицированных остается в Павлодарской области. В регионе за последние 24 часа ковид подтвердился у 230 жителей. Также больше 100 случаев заболевания зафиксировано в столице Алматы, Акмолинской и Западноказахстанской областях. Сейчас от коронавируса продолжают получать лечение почти 28 тысяч человек. В тяжелом состоянии находится 259 пациентов. Почти 600 медиков сделали прививки от коронавируса в Туркестанской области. Их состояние стабильное, госпитализированных после принятия инъекций нет, сообщили в областном управлении здравоохранения. Отмечу, в регион поступили 1300 доз вакцины «Спутник Ви». Их уже распределили по всем районам области, но пока прививаются только те, кто находится на передовой. В борьбе с вирусом это работники инфекционных больниц, скорой помощи и представители санитарно-эпидемиологической службы. Для вакцинации населения в больницах области созданы 20 специальных пунктов. Вакцинация пока единственный способ профилактики коронавируса. Она, безусловно, приведет к хорошим результатам. Надеюсь, жители тоже будут активно прививаться. Время восстановления пациентов, перенесших COVID-19, зависит от тяжести заболевания. По наблюдениям врачей, реабилитация может длиться как две недели, так и целый месяц. Карагандинские медики рассказали, как вернуть обоняние и привести себя в форму в короткие сроки. Советы специалистов выслушала Марина Золотарева. Высокая температура, сухой кашель, боль в горле на четвертые сутки перестала чувствовать запахи. И так проявлялся COVID-19 у Назиры Болтобег. Эффекта матового стекла компьютерный томограф не обнаружил. И хотя инфекция протекала у девушки в легкой форме, восстанавливается она уже вторую неделю. В первое время у меня слабость была, утомляемость. Так, волосы падали. А воняние появилось со временем, в течение месяца. Нос промывала морской солью, принимала витамины В группы. У тяжелых больных на реабилитацию уходит не меньше месяца. Восстановительное лечение такие пациенты проходят в стационаре и под наблюдением медиков. Однако есть единые правила для всех выздоравливающих. Нужно правильно питаться, также нужно пить воду в достаточном количестве. И, конечно же, принимать такие витамины, как витамины группы В и поливитамины – это для восстановления нервных клеток. В дыхательной гимнастике есть разные упражнения. То есть надувать шарики, упражнения со звуками. Напомню, по эпид-ситуации Каргандинская область находится в желтой зоне опасности. В инфекционных госпиталях лечится 516 пациентов. В тяжелом состоянии 20 человек. Двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Аслан Демисбаев, Карганда, Хабар, 24. К международным новостям. 11 случаев мутации британского штамма коронавируса обнаружили ученые из Кембриджского университета. Проанализировав антитела, излеченные из крови людей, получивших первую прививку, вакцины Pfizer, исследователи также выяснили, что этот препарат в 10 раз менее эффективен против новой мутации британского штамма COVID-19. Между тем, первую дозу вакцины Великобритании получили уже 10 миллионов человек. Но ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации. Количество новых случаев до сих пор тревожно высокое. Но благодаря усилиям наших врачей, первую дозу вакцины получили уже 10 миллионов человек в Соединенном Королевстве, включая почти 90% тех, кто старше 75 лет. Между тем, ученые из Оксфордского университета заявили, что вакцина Астрозенека способна на 76% защитить организм от заражения уже после первой дозы. Этот эффект продержится три месяца. Также даже одна доза вакцины, как утверждают исследователи, способна снизить передачу коронавируса на 67%. Исследование было опубликовано на фоне разгорающихся споров об эффективности препарата Астрозенека для людей старшего возраста. Хотя Европейское агентство по лекарственным средствам на прошлой неделе рекомендовало вакцину для всех возрастов, в ряде стран медики выступили против ее использования для пожилых из-за недостаточных доказательств эффективности препарата. После введения первой дозы мы обнаружили, что примерно на две трети меньше людей были ПЦР-положительными. И, следовательно, они не подвержены риску передачи вируса другим людям. И в продолжении темы. Новая вспышка коронавируса во Вьетнаме, охватившая 10 провинций и городов страны, произошла из-за новой, более заразной мутации британского штамма коронавируса. Об этом заявили местные власти. Генетическое исследование показало, что 12 из 276 новых пациентов заражены штаммом из Соединенного Королевства, сообщили во Вьетнамском министерстве здравоохранения. Сейчас очаг заболевания удалось взять под контроль, но в Ханое потребуется больше времени для стабилизации ситуации. За последние сутки во Вьетнаме зафиксировано 37 новых случаев заражения COVID-19. Первый центр вакцинации против COVID-19 открылся в Бельгии. За неделю работы центра перерывки получат почти 600 медработников. В стране, где вакцинация только началась, привиты порядка 3% населения или 280 тысяч человек. Это постояльцы и сотрудники домов престарелых, а также медицинский персонал больницы экстренной помощи. Всего в страну доставлено почти 450 тысяч доз препарата для вакцинации от трех мировых производителей. Все подробности в материале нашего собственного корреспондента в Брюсселе Жанат Эрнст. Мы находимся возле первого в Бельгии центра массовой вакцинации на бульваре Пащико бельгийской столицы. В здании с достаточной инфраструктурой для хранения и перераспределения вакцин, где раньше находился крупный центр тестирования на COVID-19, в эти дни прививку получают врачи так называемой первой линии. Это врачи общей практики, стоматологи и домашние медсестры до 50 лет. По словам администрации этого центра, пока здесь в день прививают от 100 до 150 человек, но в ближайшем будущем число вакцинирующихся здесь надеются довести до 900 человек в день. Приглашения для вакцинации бельгийцы получают по почте или в электронном виде через платформу онлайн бронирования. Вторая доза через 3-4 недели после первой. После получения двух доз вакцины пациенту отправляется персональный QR-код для регистрации на специальном портале и выдачи свидетельства о вакцинации. Я хорошо себя чувствую, никаких проблем нет. Я получила первую дозу вакцины и все прошло хорошо. Не было никакой реакции. Все идет нормально, пока я ничего не чувствую, так что будем смотреть сегодня вечером или ближе к утру. Но я очень рада была получить вакцину и вторая доза будет через месяц. Эксперты говорят, что привитые могут считаться защищенными от заражения через 10 дней после двух этапов вакцинации. Однако они все же должны соблюдать все меры санитарной безопасности до тех пор, пока в стране не достигнут создания коллективного иммунитета. На этой неделе вместо запланированных 31 200 доз вакцины «Модерна» нам было поставлено 25 200 доз. Это окажет лишь ограниченное влияние на кампанию вакцинации в больницах. Всего на этой неделе будет сделано более 64 тысяч первых прививок, а постояльцы домов престарелых получат уже вторую дозу прививок. Первая поставка 80 тысяч доз вакцины «Астрозенека» ожидается у нас в воскресенье, 7 февраля. Стоит отметить, что вакцину именно этого производителя компании «Астрозенека» решением Высшего совета здравоохранения королевства будут ставить только жителям моложе 55 лет. Причина в недостаточном исследовании вакцины в группе людей более старшего возраста. Всего же в бельгийской столице планируется открыть 10 центров вакцинации. В апреле при нормализации сроков поставок вакцин количество вакцинирующихся в этих центрах планируют довести до 375 тысяч человек в месяц. Жанна Тернежа, Март Ахметов, Хабар 24, Брюссель, Бельгия. Китай предоставит 10 миллионов доз вакцины от коронавируса развивающимся странам. Об этом накануне сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. Вакцины будут предоставлены в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Отмечу, сейчас в Женеве рассматривают внесение китайских вакцин в список рекомендуемых для использования. Напомню, к концу 2021 года через программу COVAX в развивающиеся страны доставят 2 миллиарда доз препарата. Мы надеемся, что страны, обладающие соответствующими возможностями, поддержат COVAX и ВОЗ практическими действиями, помогут развивающимся странам в своевременном приобретении вакцин и внесут свой вклад в борьбу международного сообщества с пандемией. В столице Индонезии зафиксирован всплеск летальных исходов от коронавируса. Из-за роста смертности в последние две недели мест на городском кладбище уже не хватает. Территорию захоронения приходится расширять. По информации местных властей, сразу в шести районах Джакарты были открыты дополнительные кладбища, три из которых уже используются. Напомню, с начала эпидемии в Индонезии было подтверждено свыше миллиона случаев COVID. Больше 30 тысяч человек скончались от заболевания. За последние две недели в нескольких районах Джакарты был отмечен всплеск летальных исходов. Сейчас, если человек погибает от коронавируса, мы предлагаем близким похоронить его рядом с усопшими родственниками. Это поможет нам избежать острого дефицита мест для захоронений. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Впервые эту дату выбрали в 2000 году на Всемирной противораковой конференции. По данным Всемирной организации здравоохранения, раком заболевает каждый пятый житель планеты. 70% смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, приходится на страны с низким и средним уровнем доходов. Только в прошлом году рак подтвердился у 19 миллионов человек, а 10 миллионов скончались от болезни. Эксперты ВОЗ также отмечают, онкологические заболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей. Сейчас эфир продолжит между строк, а сразу после вы увидите. За 20 лет в Казахстане зарегистрировали всего 87 уголовных дел за сексуальные домогательства. Отражает ли статистика реальное положение дел? Побит женский рекорд парусной кругосветки Ван Дей Аглоп. Зачем мумии золотой язык? Необычную находку сделали археологи Египта. Не переключайтесь. Продолжение следует. Убийцей грозит стать пандемия голода, спровоцированная COVID-19, предупреждают они. Действовать прямо сейчас – мудрая и экономически выгодная стратегия, убеждены эксперты. Опасный коктейль, состоящий из изменения климата, конфликтов и COVID-19, сильнее всего сказывается на самых бедных и уязвимых странах мира. В 2021 году рекордное количество людей – 235 миллионов человек – будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите. Это на 40% больше, чем в прошлом году, указывают авторы. В 2020 число хронически голодающих людей увеличилось, согласно оценкам, на 130 миллионов, до более чем 800 миллионов человек, что примерно 8 раз больше общего количества зарегистрированных на сегодня случаев COVID-19. Страны, страдающие от конфликтов и изменения климата, особенно уязвимы перед угрозой дефицита продовольствия. Авторы приводят в пример своевременные действия ООН «Красного креста» и «Красного полумесяца». В прошлом году в Бангладеш людям в зоне риска эти организации выделили деньги, чтобы жители обезопасили себя и свой скот до начала разрушительных наводнений. Эта инициатива обошлась в половину тех расходов, которые бы пришлось потом потратить на спасение после стихийного бедствия. Ключевой ген, ответственный за старение, определили китайские ученые. Благодаря открытию, возможно, удастся увеличить естественную продолжительность жизни, пишет Кэдзи Жибао. В 2015 году исследовательская группа из Китайской академии наук под руководством Лю Гуанхэя и Цюй Цин начала совместный проект с генетиками из Пекинского университета. При помощи технологии CRISPR, которая представляет собой своего рода генетические ножницы, ученые разрезали более 20 тысяч генов, а затем исследовали состояние клетки после инактивации гена. За пять лет генетики проделали колоссальную работу. Для получения точных результатов они вырастили и отобрали десятки миллионов клеток. Среди прочего, их целью было проанализировать, удаление какого гена приведет к увеличению продолжительности жизни клеток. В ходе экспериментов ученые доказали, что инактивация гена, кодирующего фермент гистон-ацетилтрансферазу, позволяет замедлить естественный процесс старения. В результате 81% мышей, у которых был инактивирован этот ген, смогли прожить более 130 недель, около 80 лет в переводе на человеческий возраст. Среди мышей, которые не подвергались генетерапии, только 27% смогли дожить до 130 недель, указывает автор статьи Джан Цазин. Ученые загрузили соответствующие результаты исследований и данные в базу, так называемую генетическую карту старения, которую могут использовать и пополнять коллеги и исследователи из Китая и других стран. Изобретатель Илон Маск рассказал о прогрессе своего стартапа Neuralink, который занимается разработкой чипов для связи мозга с компьютером. По его словам, устройство позволило подопытной обезьяне играть в видеоигры силой мысли, передает агентство Bloomberg. Предприниматель напомнил, что цель технологии связи мозга с компьютером в том, чтобы помочь людям с травмами головного и спинного мозга. Ученый из Гарварда считает, что в Солнечной системе есть множество следов внеземных технологий. Об одной из них рассказывает Атлантико. На вопросы издания отвечает Анна Альтер, доктор астрофизики, журналист и писатель. 19 октября 2017 года телескоп Гавайской обсерватории Халиакала зафиксировал поразительное межзвездное тело, названное впоследствии Оумуамуа. Поскольку оно так сильно отличалось от известных небесных тел, бывший глава астрономического факультета Гарварда Ави Лёб выдвинул гипотезу о том, что ученые имели дело с разведывательным аппаратом внеземной цивилизации. Оумуамуа, безусловно, представляет собой объект внеземного происхождения, по той простой причине, что он появился не на Земле. Как бы то ни было, остается вопрос, сформировался он естественным путем или был создан рожденным под другим солнцем интеллектом, отвечает на вопросы издания Анна Альтер. Объект напомнил ученым Сигару длиной в 400 метров и шириной в 40 метров, которая совершала оборот вокруг оси за 7 часов 30 минут. Анна Альтер добавляет, «Определенно этот объект прилетел с другого конца Млечного пути. Вероятность того, что его создали инопланетяне, очень мала, хотя и отлично от нуля. Но если это так, почему он проигнорировал землян? Его часами сканировали на самых разных радиочастотах в надежде уловить закодированное послание. Но все усилия были напрасными», указывает астрофизик. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Несмотря на спад экономики, активы казахстанских банков по итогам 2020-го выросли на 16%. Финансисты отмечают, что это рекорд за последние пять лет, причиной которого стало привлечение депозитов и рост ипотечного кредитования. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, какие прогнозы на этот год? Ульнар-эксперты считает, что наиболее сложный период банковский сектор выдержал. В то же время сохраняются риски снижения платежеспособности заемщиков. Депозиты казахстанцев в прошлом году выросли на рекордные 3 триллиона 600 миллиардов тенге. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, 82% от прироста обеспечили именно вклады населения. Депозиты физических лиц увеличились на 18%, юридических – на 23%. Выросли банковские активы благодаря ипотечному кредитованию, на долю которого также приходится порядка 80% от прироста. Своё влияние на оздоровление сектора оказал и отзыв лицензии с последующим слиянием банков. На рынке есть ожидание, что процесс продолжится и в текущем году. В целом аналитики отмечают, что в условиях кризиса банковский сектор страны продемонстрировал устойчивость. В то же время со стороны банков второго уровня участились и случаи нарушений прав потребителей. В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что незаконные действия сотрудников в основном допускаются при обслуживании займов и счетов. К примеру, сведения в кредитное бюро менеджеры нередко предоставляют без согласия клиентов. А в рекламе зачастую утаивают информацию о годовой эффективной ставке вознаграждения по кредитам. За эти и другие нарушения регулятор оштрафовал казахстанские банки на общую сумму свыше 38 миллионов тенге. Пандемия коронавируса многое изменила и на отечественном рынке труда. Из опроса консалтинговой компании Ernst & Young следует, что порядка 27% работодателей были вынуждены сократить фонд заработной платы. Половина компаний, принявших участие в исследовании, сообщили, что снизили расходы на обучение персонала и командировочные. На удаленный режим работы переводили своих сотрудников порядка 90% опрошенных, 37% производили оптимизацию, сокращая часть персонала. Но уже в текущем году почти четверть компаний намерены вновь увеличить штат. А в сфере информационных технологий даже планируют повысить зарплаты сотрудникам в среднем на 9%. В нашей рубрике «Карта цен» мы узнавали стоимость аренды квадратного метра складского помещения в регионах страны. Как отмечают эксперты рынка недвижимости, из-за активной онлайн-торговли востребованность хранилищ с каждым годом растет. Аренда складов в Кустанай обойдется в 600 тенге за квадратный метр. На 200 тенге дороже в Актубе. В Петропавловске владельцы недвижимости просят уже 1000 тенге за квадрат. Полторы тысячи в Караганде. В среднем на 500 тенге дороже аренды в столице. И такая же стоимость в Алматы – 2000 тенге. И к зарубежным новостям. Почти 62 миллиона долларов выплатит своим подрядчикам компания «Амазон» за доставку онлайн-заказов. Как сообщает Федеральная торговая комиссия США, это полная сумма чаевых, которые утаивались от водителей. Проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что компания на протяжении двух с половиной лет использовала часть вознаграждения на свое усмотрение. В торговой комиссии обещают, что водителям вернут десятки миллионов незаконно присвоенных чаевых. Крупнейшему онлайн-ритейлеру запретили в дальнейшем искажать подобную информацию. Для того, чтобы изменить политику получения вознаграждения, компании нужно будет заранее получить согласие водителей. И официальный курс на сегодняшнее утро. Американский доллар стоит 423 тенге 59 тыинов, евро 509 тенге 28 тыинов и российский рубль 5 тенге 57 тыинов. Гульнар, это были все деловые новости к данному часу. Эфир ваш. Спасибо, Индера Тегжанова, с обзором деловых новостей. Мы прервемся на рекламу, а сразу после расскажем о третьем поражении Бориса. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Неуслышанные голоса. За 20 лет в Казахстане зарегистрировали всего 87 уголовных дел за сексуальные домогательства. Точное количество реальных фактов подсчитать невозможно, говорят эксперты. Ни в одном из кодексов страны нет соответствующей статьи. Однако признание жертв, для которых социальные сети стали крайней инстанцией в поисках справедливости, повергают общественность в шок. Камила Тестамбекова выслушала предложение экспертов. О некоторых событиях в своей жизни женщины не могут рассказывать даже самому близкому человеку. Боясь осуждения, жертвы сексуального домогательства молчат годами. Зачастую боль пережитого в них так и остается. Только единицы решаются обратиться за помощью к психологу. Виктория Князева занимается реабилитацией таких пациентов. В ее профессиональном багаже уже целый склад историй, когда неоднозначное внимание вынуждает девушек жить в постоянном стрессе. Начальник более взрослый, а девушка там только чуть-чуть за 20, к себе чувствует какое-то большее проявление внимания со стороны начальника. И это еще подается под очень интересным соусом, что я вот такой взрослый опытный мужчина, я тебя буду оберегать как папа, но идет сексуальный еще подтекст. И потихоньку склоняет девушку в течение какого-то периода времени к сексуальным отношениям. И это дальше подается так, что ты вроде как и сама хотела, но это уже домогательство. То есть человек проявил свои возможности как-то больше. Виктория не только специалист, в первую очередь женщина. И ей тоже приходилось сталкиваться с полунамеками и полушутками. К примеру, часто забывает о субординации и уважении к женщине таксисты. Я помню свои ощущения, это был прям ступор. Я просто на первом же повороте вылетела из этой машины. То есть я просто сообразила, что происходит что-то не то, я прям выскочила. Девушки иногда рассказывают о ситуациях, когда вот те же водители, например, берут, если вперед села, сразу руку на коленку кладут. И тоже часто рассказываю, прям просто выбегаю из машины. Но так могут не все. Даже самая боевая девушка способна впасть в ступор. И это не значит, что она хотела к себе повышенного внимания начальника или таксиста. Это ее психологическая реакция. Общественной же интерпретирует такие случаи по-своему. Виновата сама. Редко жертвы сексуального домогательства находят защиту в полиции. Ни в одном кодексе в нашей стране нет статей, которая бы его запрещала. К тому же нет четкого определения, какие действия к этому относить. В этом сама проблема. В трудовом законодательстве у нас нет понятия дискриминации женщин. И там тоже нет понятия сексуальных домогательств. Вот если бы в этих кодексах появилось бы понятие и прямой запрет, то мы могли бы уже ввести какую-то статистику. А пока вот этих понятий нет, нет инструментов, чтобы ввести более прозрачную статистику, чтобы мы могли говорить о конкретных цифрах. По словам юриста Серика Беркамалова, в уголовном кодексе есть только одна статья, к которой в некоторой степени можно отнести сексуальное домогательство. 123-е. В ней расписано, какое наказание можно получить за понуждение к половому сношению или иным действиям сексуального характера. Данная статья не охватывает именно сексуальное домогательство в целом. Потому что это понятие намного более широкое. Здесь, наверное, более правильно применять английское слово харассмент, которое как раз-таки охватывает все те действия, при которых нарушается неприкосновенность человека, его достоинства, вот именно в сексуальном плане. То есть это любые какие-то жесты, какие-то неприятные слова, попытки, настойчивые, допустим, попытки, ухаживание, это все подпадает под понятие харассмента. И в целом во всем мире мировая практика на сегодняшний день такая, что это считается преступлением. По 123-й статье с 1998 по 2018 годы в Казахстане зафиксировано только 87 дел. Цифра подтверждает, отмечает юрист, что доказать факт сексуального домогательства крайне сложно. Это тоже влияет на поведение агрессора и усиливает страх жертвы. Она понимает, что ей негде искать защиту. Если нет процедур запрещающих, нет процедур, по которым можно было бы увольнять таких людей из таких должностей, и нет процедур, которые бы создавали большой реестр людей, которые были уволены за сексуальные домогательства по стране, то мы даем свободу людям в дальнейшем насиловать других людей, потому что сексуальные домогательства – это обычные предпосылки более тяжких преступлений, как изнасилование, побои, убийства. Такая ситуация неприемлема, подчеркивают эксперты. Нужно принимать меры. Психологи считают, что начинать надо не только с законодательной базы, а воспитывать у детей уважение к своим и чужим личным границам. Юристы предлагают распределять степень наказания, когда за неподобающие действия с агрессора можно взыскать штраф или привлечь к уголовной ответственности. Камила Тастамбекова, Елеман Раимбеков, Ержан Рахманбердиев, Хабар, 24. Два пассажира скорой помощи погибли в ДТП Восточно-Казахстанской области. Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу города Семей. Накануне вечером на трассе Узкоминогорск Семей в скорую врезался грузовик с прицепом. 29-летний водитель грузовой машины из-за гололеда не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Начато досудебное расследование. В октябре искали бомбу в юридическом институте. Сообщение о том, что в здании вуза заложено взрывное устройство, неизвестное отправили на электронную почту учебного заведения. Удалось ли установить подозреваемых, расскажем в хронике происшествий далее. Заминировали, требуя выкуп. Сообщение о бомбе в юридическом институте перепугало не на шутку не только работников вуза. В электронном письме террорист также требовал перевести 1,3 млн рублей на карту одного из российских банков. На место ЧП выехали экстренные службы. Издание эвакуировали учащихся и преподавателей. К счастью, саперы взрывное устройство не обнаружили. С начала года это уже третье ложное сообщение о минировании объектов в областном центре. Полицейские ищут подозреваемых. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан за ведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в многоэтажке Уральска. С отравлением угарным газом доставили в больницу девочек 5 и 7 лет, а также 46-летнего мужчину. В квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи и мебель. По предварительной версии пожар вспыхнул из-за замыкания электроплитки. Дым быстро распространился по всему этажу. Спасатели эвакуировали 32 человека. На тушение огня им потребовалось чуть больше получаса. Рога сайгаков обнаружили в доме у 34-летнего жителя от Ирауска области. Он хранил 106 рогов краснокнижных животных и два незарегистрированных охотничьих ружья. А недалеко от села Балкоды полицейские обнаружили 4 туши сайгаков со спиленными рогами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконное обращение с редкими и исчезающими видами растений или животных. Также использование их частей и деревянтов. Полицейский Актау задержали водителя, перевозившего рыбу осетровых пород. В ходе рейда стражепорядка остановили иномарку, в багажнике которой обнаружили свежий улов. Груз потянул почти на центнер. При этом 29-летний водитель не смог предоставить разрешительных документов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А расследование продолжается. Власти Дании объявили о введении цифровых коронапаспортов. В документе будет содержаться информация о прохождении процедуры вакцинации от COVID-19. А это значит, получивший прививку человек сможет путешествовать. Кроме того, паспорт позволит возобновить работу представителей некоторых профессий. Например, парикмахеров и массажистов. Также этот документ станет пропуском для граждан Дании в рестораны, на музыкальные фестивали и спортивные соревнования. Паспорт будет введен через 4 месяца. По словам чиновников, в долгосрочной перспективе цифровой коронапаспорт может принести пользу датской экономике. Некоторым предпринимателям необходимо иметь возможность путешествовать. И поэтому я рад объявить сегодня о новом партнерстве между правительством и бизнес-сообществом. О разработке цифрового паспорта «Корона». Первый шаг уже будет в этом месяце. Получивший вакцину гражданин сможет увидеть все данные о прохождении процедуры на специальном сайте. Позже уже будет запущен сам паспорт. Тем временем в других странах Европейского Союза тему введения иммунных паспортов только начинают обсуждать. Многие члены объединения, включая Грецию, Испанию и Португалию, согласны, что такой документ нужен. Но какие преимущества будут иметь люди, прошедшие вакцинацию, и смогут ли разработать сертификат, позволяющий летать и ходить на концерты, расскажет Шоупан Айманбаева. В Германии продолжаются дискуссии по поводу введения иммунных паспортов для населения. Политики спорят об этом еще с начала первой волны. Был даже созван специальный совет, который заключил, что такой документ выдать невозможно, так как вакцины не до конца изучены. И как долго будет действовать приобретенный иммунитет, тоже пока неизвестно. Однако немецкие фирмы все чаще говорят, что такое решение могло бы спасти их бизнес. Намекают на это как представители туристической отрасли, отельеры, так и авиаперевозчики. Ведь пассажиропоток ФРГ упал на 75%, а рестораны закрыты не первый месяц. Одно из крупнейших агентств Германии по продаже билетов на Олимпиады, футбольные матчи и концерты даже разработало систему, которая сканирует билет и данные с прививочного паспорта. По словам компании, люди, прошедшие вакцинацию, могли бы снова наслаждаться выступлениями любимых артистов и спортивными состязаниями. Но пока все это не скусием. В данный момент ситуация такова. До сих пор неизвестно, может ли привитый человек заражать других и быть переносчиком. И пока это точно неизвестно, мы не можем говорить о каких-то специальных правах и исключениях для тех, кто получил прививку. Что касается общей ситуации, к счастью, количество новых инфицированных снижается. Это вклад наших граждан, за что я хочу их поблагодарить. Евросоюз разрабатывает единый сертификат вакцинации, который будет пока только медицинским документом. По сути, его наличие может освобождать от карантина при въезде в другую страну. Вероятно, в ближайшем будущем именно привитые от коронавируса получат возможность беспрепятственно летать по миру и другие привилегии. Но пока это лишь прогнозы экспертов. В странах Евросоюза привито около 2% населения. Политики обещают вернуться к обсуждениям, когда вакцина станет доступной для рядовых граждан. В отличие от Германии, соседняя Дания уже в конце этого месяца вводит систему электронной сертификации. На сайте Минздрава будет собрана информация о привитых. А подтвердить свой иммунный паспорт можно будет с помощью смартфона. Главная цель – дать возможность датчанам ездить по работе за границу. Шулпан Айманбаева, Милослав Авериновский, Хабар-24, Германия. Эффект от вакцинации начнет проявляться тогда, когда будет привито 10% населения. С таким заявлением выступил известный французский иммунолог Стефан Поль. По мнению ученого, вскоре мы увидим замедление эпидемии в США и Великобритании из-за массовой вакцинации. А во Франции, где только 2,5% населения получили прививки, этот эффект проявится не скоро. Но власти страны обещают уже в ближайшее время не только наверстать упущенное, но и производить вакцину для развивающихся стран. Темпы вакцинации во Франции – одни из самых медленных в Европе. На сегодняшний день в стране от коронавируса привито около 1,5 миллиона человек, при общей численности населения в 65 миллионов. По одной из версий, это связано с тем, что власти Пятой Республики до последнего ждали, когда на рынок выйдет собственная разработка французских ученых. Этого не произошло. Но вакцины французского производства все-таки появятся на рынке и ускорят вакцинацию в стране. Правда, будут они основаны на разработках других компаний. Среди тех, кто будет производить вакцины по технологиям Pfizer-BioNTech – французский фармацевтический гигант Санафи. По словам президента Макрона, до конца февраля в стране запустятся четыре производства, которые будут выпускать вакцину для нужд не только Франции, но и отправлять дефицитный продукт на экспорт. Французов сегодня прививают тремя авторизованными в Европе вакцинами – Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Не исключено, что вскоре в прививочную кампанию попадет и российская разработка – спутник ВИ. С того момента, когда российские разработчики вакцины запросят ее авторизацию в Европе, в кратчайшие сроки научные органы ЕС проведут независимую оценку. И в зависимости от ее результатов Европейское агентство лекарственных средств выдаст заключение о признании вакцины спутник. Это не политическое решение, это будет научное решение, поскольку вакцина может повлиять на здоровье. Нужно, чтобы наши соотечественники были защищены. Согласно данным опросов, французы считаются самыми большими в Европе скептиками по части вакцинации. Но длительные санитарные ограничения в период эпидемии изменили отношения. Судя по нашему мини-опросу, вакцину хотят получить почти все. Я думаю, что буду вакцинироваться той вакциной, которую мне предложат, если, конечно, она будет в наличии. Но думаю, что сейчас есть люди, которым вакцинация нужнее, чем мне. Я буду прививаться, чтобы быть спокойным, чтобы иметь возможность путешествовать. Я думаю, что вакцинация станет обязательной для тех, кто хочет выезжать из страны. Я не знаю, вакцинироваться ли. Мой начальник говорит, что обязательно нужно прививаться, а он врач. Почему бы и нет? Тем более, говорят, новая вакцина появилась для тех, кто младше 65 лет. Сегодня в новостях об этом слышала. Я уже вакцинировался. Все нормально. Сегодня вакцина доступна только жителям старше 75 лет, медперсоналу из группы РИСК, а также людям с особо тяжелыми хроническими заболеваниями. Власти обещают, что до конца лета каждый француз получит свою порцию прививки. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар, 24, Париж, Франция. И о погоде. Снег и дождь, а также туман с гололедом синоптики прогнозируют восточно-казахстанской и Павлодарской областях. Туманом окутает большую часть запада и южные регионы страны. Что касается западно-казахстанской, карагандинской, октябинской и кустанайской областей, то там сегодня ожидаются туман и гололед. Аналогичная погода, но с низовой метелью прогнозируется в североказахстанской и Акмолинской областях. И о погоде в столице. Сегодня в Нурсултане временами ожидается туман, гололед и низовая метель. В завершении выпуска археологи обнаружили древнеегипетскую мумию с языком из золота. Находка была сделана во время раскопок египетского поселения Топосирис Магна. В скале были найдены гробницы, скрывавшие 16 захоронений. Эксперты полагают, язык из золота положили при бальзамировании, чтобы покойный мог обладать даром речи в загробной жизни. По мнению ученых, с захоронением почти 2000 лет. Также найдены каменные погребальные маски с изображением похороненных людей, остатки свитков и золотые украшения. И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания.